Кухня с северным вкусом. В Москве состоялся гастрономический фестиваль. В старинном особняке Лофт Холл восемь шеф-поваров арктических регионов демонстрировали уникальное блюдо коренных народов Севера. Ненецкий округ представлял бренд-шеф Александр Ермолин. Наталья Дуркина продолжит тему. Имя Александра Ермолина у многих наринмарцев на слуху. Шеф-повар – местная знаменитость. Его блюда северной кухни уже побывали не только в России, но и дегустировались в Греции. Александр часто выезжает на гастрономические фестивали, где и представляет наш северный регион. Так случилось и в этот раз, когда в Москве анонсировали фестиваль северной кухни. Готовясь к нему, шеф-повар провёл опрос социальной сети ВКонтакте о том, что же приготовить и чем удивить столичных жителей. Рецептов и предложений посыпалось предостаточно. Целая кулинарная книга Ненецкого округа. Рыбу я взял из тех рецептов, которые они написали, выбрал подходящие под более европейские, потому что понимаете, что когда из средней полосы человеку приставить, допустим, рыбу посола, и он не сможет это съесть. Для него это будет очень в диковинку и как бы достаточно невкусно. Это мы с вами привыкли. В первый день гастрофестиваля арктической кухни прошла фуршет-презентация. Лучшие шеф-повара северных регионов продемонстрировали свои блюда. Затем ещё одно мероприятие – гастрономический ужин. Необходимо было сделать пять подач разных блюд. Для этого шеф-поваров разделили на пары. Началось творчество. Александр признаётся, обмен опытом необходим в процессе профессионального роста. Я отвечал за гарнир и мясо. А Женя, красноярский, он отвечал за своего са, как бы, и подачу. И вот все, все вот так соединились, получается, все выработали в паре. И понятно, что мы обменялись опытом. Как бы там очень много людей было, и опыт переняли друг у друга. Мы ещё договорились между собой, что при малейшей возможности будем ездить друг к другу. Меня просили пригласить Якутию на ягоды сюда. Сказали, когда у вас ягоды пойдут, это, конечно, август, мы с удовольствием к вам прилетим. Во второй день была битва шефов. После проведения жеребьёвки Александр Ермулин встал в пару с шеф-поваром из Чукотского автономного округа. Им предстояло посостязаться с представителями от Архангельска и Красноярска. И у нас был набор продуктов, получается, из людей, которые там присутствовали, они выбрали три продукта для нас, три продукта для них, то есть основные продукты. Нам попала семга, мороженка и шампиньоны. У них было оленина, сердце оленя и перец болгарский. И нам нужно было за полчаса придумать блюдо, сделать пять порций и отдать на дегустацию. На суд жюри была представлена томлёная семга с морожковым соусом и белыми грибами. У оппонентов же фаршированный перец. Жюри, ну, недолго, долго решалось, но всё-таки в пользу ребят с оленины, потому что я понимаю, что в Москве семга-то есть, а вот настоящая оленина, как бы, ну, её очень мало. И если даже есть, но она достаточно дорогая, не каждый себе может позволить. И как бы они, понятно, что дали предпочтение тому, что они редко ели. Разноплановая деловая и гастрономическая программа фестиваля направлена на популяризацию национальной кухни северных народов арктических регионов, развитие гастротуризма, сохранение традиций севера. Хотел бы сказать спасибо реальным организаторам, потому что ребята очень молодцы. Шеф-повару ресторана Луфт Холл, потому что вот Женя Кравченко, он просто молодец, он выдал нам ребят. То есть я приехал сам с нашего региона, а ребята приехали попарно, тут и втрое других регионов. Мне было тяжело, но он сказал, так, всё, я тебе не проблема, нужны люди, ты мне говоришь, всё. И в первый день, всё, я пришёл утром, у меня два повара, хороших повара, профессионалов стоит. Всё, я им работу раздал, и они пошли работать, я вместе с ними. В рамках гастрономического фестиваля представители туризма от Неницкого округа презентовали наш северный регион. Рассказывали о том, что, собственно говоря, представляет из себя Неницкий автономный округ, чем здесь можно заняться и чем он, собственно, уникален в сравнении с другими регионами. Такие мероприятия очень важно проводить и очень важно участвовать в таких мероприятиях, потому что про регион узнаёт всё больше и больше людей. Тем более, сейчас действительно набирает обороты такой тренд, как гастрономический туризм, люди ездят не только получить новые эмоции, но и получить новые вкусовые эмоции. То есть, приезжая, понятное дело, в такие уникальные регионы, как наш, арктический, только здесь есть возможность попробовать натуральные, непривычные человеку продукты. То есть, это оленина, это дикоросы, все наши. Фестиваль прошёл в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В ходе фестиваля наряду с деловыми сессиями проходила масштабная шоу-программа с участием лучших шеф-поваров из восьми арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.